Шипованная зимняя резина, ветрозащита для рук и прочая подготовка старенького, но верного железного друга. Все это для того, чтобы преодолеть путь от центра Вятского края до заполярной столицы по зимней автодороге на мотоцикле 97-го года выпуска. О том, как испытывают себя любители путешествий, расскажет Екатерина Дементьева. Сносящие с дороги порывы ветра, переметы, в которых все время застревает техника и 10 часов борьбы с зимней стихией. Путешественники из Кирова объехали уже почти всю родную страну и даже Европу по вполне комфортным дорогам. Но желание испытать себя во второй раз вновь привело их в снежный Нарьинмар. Да, мы попали, 10 часов мы ехали, нас там раз 15, наверное, доставали. Ну, машину раз 5 грузовики доставали, а мотоцикл мы сами там старались как-то вытащить из сугробов. Вот, ну, доехали. В принципе, мы за этим и ехали, чтобы там немножко, скажем, как-то себя преодолеть, посмотреть. Как себя ведешь в таких ситуациях. Разумеется, мотоциклист ехал не один. Рядом с ним, как звездный спутник, шло сопровождение, которое в кругах мотопутешественников называется «Техничка». Зная там те километры, которые пройдены за плечами Антона, то есть я уверен в нем как мотоциклисте и уверен, что все будет хорошо. А мы поддерживаем больше, чтобы можно было попить горячего чая, чтобы был инструмент, когда-то что-то обогреть, мотоцикл, к примеру. Мы больше для этого и бывает, и нужна техничка. Под автозависимость путешественники попали около восьми лет назад. И за это время на счетчике ребят порядка 150 тысяч километров на мотоцикле по миру. Говорят, на пути попадается много хороших и отзывчивых людей, вне зависимости от страны. К мотоциклистам маленько другого отношения, не такое, как к автомобилистам. То есть это своя такая коалиция, скажем так. То есть если вы замечали, что мотоциклисты всегда ездят и здороваются. Без разницы знаком-то, незнаком-то. То есть там есть определенные жесты, поднимается левая рука. И когда случается какая-то проблема на дороге с мотоциклом, то есть любой хотя бы хоть как-то относящийся к мотоциклу всегда становится без разницы. На машине едет на мотоцикле. Ну и всегда люди на дороге стараются помочь. Кроме желания расширить географию путешествий, ребята стараются популяризировать мотоспорт как вид активного отдыха в массы, потому что считают, что дорога – это лучшее лекарство от грусти и обыденности. Покорять горные вершины, морские просторы или, как в случае с нашими героями, вступать в схватку с суровым севером – жажда приключений влечет в любом возрасте. И глядя на таких людей, понимаешь, что нет ничего невозможного. Главное – смело идти или ехать за мечтой. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».